Сегодня 25 ноября 2019 года, Израиль и Рейховат, вечер. И мы в деловой поездке, я взяла отпуск за свой счёт и вышли на бульвар. Да, но даже в таком небольшом городе, как Рейховат, а это всё-таки, ну, город небольшой, даже для Израиля, можно потеряться. И мы пошли не на ту улицу, поэтому я даже не могу сказать, какая это улица, но она идёт параллельно Герцли. Герцля, улица Герцля. И вот остановились под жёлтым фонарём. Ну, одеты тепло, надо сказать, для вечера. Просто на всякий случай оттеплились. Потому что, ну, погуляем час-другой, и может быть холодно, потому что сейчас такое время, что днём 23-25. Вот я сегодня, мы в 6 утра выезжали, и я курточку не надевала, брала с собой. Мне было жарко. Затем возвращались, было жарко-жарко. И вечером я решила, что надо надеть курточку. То есть вот мы шли, шли и остановились. Вот буквально интересный такой момент восточный, что спускается в лестнице, по лестнице там какой-то проход, дома. И люди возвращаются с работы. Наступает время отдыха. А вот мы свернули на улицу. Улицу Израиля Тейлера, если я правильно говорю. На табличке указан 1836-1921 год. И это, насколько я знаю, один из основоположников этого свободного поселения Риховод. И появлёк внимание вот такой пафосный подъезд высотного дома. Видимо, модно сейчас с такими зелёными фонарями. Но подъезд этого дома не освещен. Вот сам вход в подъезда. Наверное, работает вот эта система, когда включается освещение при входе. То есть постоянно, постоянно не горит, а при входе. Вот такие моменты прогулки вечера 25 ноября. Мы зашли на огонёк в магазин. Необычные, вот лично для меня. Это, наверное, от восточных всех приправ. Сласти восточные. Но я растерялась вот лично для себя. Надо подготовиться, чтобы попасть. Ну вот, оливки самые-самые-самые разные. Это, конечно, Израиль. Ну, здесь уже убрали такие ложки большие. И надо себе в баночку набрать. Крупы, которые представлены в этом магазине, это самые разные. Чечевица, кукуруза, рис самый разный. Пожалуйста, восточная кухня. Наверное, виден весь зал. И здесь справа от меня сласти от конфитюры, варенья, шоколады. Всё, что в шоколаде, конфеты. И, конечно, орехи. Вот слева от меня орехи самые-самые-самые. Инжир, чернослив, курагас. Один, два, три, четыре, пять. Пять сот. Один, второй, третий, четвёртый. Ой, изобилие. Виноград сушёный самый-разный. Киш-миш. Ну, вообще красиво и заманчиво. Красиво и аппетитно, я бы так сказать. Так, это конфеты. Жевательные, всевозможные. Вот с ластёным-то здесь раздолье какое. Кто любит. Мне кажется, вот это вот, в ящике шоколады. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это слишком, да. Это очень. Самая разная водка и русский стандарт. А цена 79 шекелей. Это, наверное, очень высокая цена. И вот красота и вкуснота вот этого стола и разнообразие. Это самая различная национальная кулинария Востока. Суперфарм. Точка, которая необходима и, конечно, жителям города Рейховата, и кто приезжает в город Рейховат. Здесь можно купить всё, что необходимо для подлечить себя экстренно, конечно. И какие-то гигиенические вещи. В общем, Суперфарм, по-моему, работает без выходных. Ну да. Нет, не работает в субботу. Ну вот в субботу не работает, а так. И что интересно, здесь говорят по-русски. Мы стоим сейчас у дома 186. Я уже говорила в самом начале, что я начала читать книжку Зои, моей тёзки Зои Яновой, по истории Рейховата. И в этой книжке сказано, что 186, ныне 186 дом на улице Герцля, а мы с торца этого дома зашли, было первое кафе мороженое. Когда мы искали это кафе, я, может быть, расскажу потом, попозже, то увидели интересно, вот мне лично интересно, стена так оформлена с фотографиями знаменитости. Элвис Пресли, который, помнишь, мы смотрели ролик, и его поцеловали, он так... Мужчина в комментариях написал, что он за 2 минуты поцеловал больше женщин, чем кто комментировал за всю жизнь. То есть он так пел, что женщины с зала шли и просто требовали этого... Ну, Майкл Джексон, для меня это открытие, наверное, позднее, 90-е годы. В 90-м году я где-то... А, Битлз без комментариев. А, Битлз без комментариев, да, вот, Битлз. Ещё там в начале фотография Битлз была. В общем, интересно-интересно. Артисты, спортсмены. Да, вот, Мухаммед Али, вообще, конечно, фигура. Да, и личности, и в спорте такие достижения. Мухаммед Али. Я уже потеряла. Да прямо рядом с тобой, с этого арестовала. Вот, 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 Мухаммед Али. Вот такая интересная... Это дом 186, но со двора. Это 9,90. Может быть, карточкой здесь не принимают. Такой вот возьму миндаринчик. И, ну, чтобы не зелёный был. Нет. А, нет, чтобы не зелёный был. Наверное, вот этот. Вот, вроде такой. Модоринчик. Давайте. Сколько это будет? Шекер? А, за шекер. Сколько шекер? Четыре. Вот я так и думала, что мне хватит. Четыре шекера. Спасибо. Спасибо. Так. План был выйти еще до темноты и поснимать этот бульвар, у которого есть история своя. Своя история я пока еще не знаю, но познакомлюсь. Я надеюсь, что знаю, прочитав книгу до конца Зои Яновой «История и холода». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!